Чиновники мэрии постоянно лгут одесситам. Подтверждений этому бесчисленное множество. О бездействии коммунальных служб горожане говорят и в беседах с журналистами, и в жалобах на сайт обращений горожан. Сколько раз ваше ведомство будет лгать? Такими словами начинается очередное обращение жителя дома по улице Балковской к местной власти. Возмущаться действительно есть чему. Городская голова и его подчиненные рассказывают о каком-то благоустройстве Одессы. А на деле люди годами не могут добиться проведения обычного ремонта дороги между домами с 21 по 31 номер. Машины не могут нормально проехать, и люди как-то падают ноги, выворачивают, вывихивают постоянно. Эта дорога развальная больше, чем не лет. Иди сюда, давай ручку. То есть, ну, все видно. Что еще говорить? Здесь не только так, здесь и по всему городу фактически. То есть, дорогу делают там, где видно, что сделали. А во дворах нифига не делается. У нас они собираются делать. Это придомовая территория, за которую мы платим. И посмотрите на эту территорию. Одни колдобины. А мы за нее платим. Жители улицы Балковской, да и многих таких же по всему городу, ждут не очередных обещаний чиновников, а быстрой и качественной работы Департамента городского хозяйства. Уважаемые чиновники, с 14-го года и по настоящее время ваша организация все ставит на внутренний контроль капремонт придомовой территории по улице Балковской. И умышленно в титул работ не ставит. А почему? Может, деньги раньше умыкнули и теперь только лгать остается? Ведь на другие придомовые у вас деньги находятся. И на контроль не надо ставить, правда? Когда дорогу сделаете специалисты или ждать смены власти в городе? Этот одессит прав. Чтобы отремонтировать дорогу, нужно менять власть в городе. Если чиновники не хотят работать, выход один – голосовать за других политиков. Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания КРУ.